Арам Арбелян — главный шаг, заявление о нападении на Армению, пока не сделан есть только один, главный шаг, который следует сделать, а обо всем остальном можно говорить уже после него, — заявил в интервьюга юрист международник, управляющий партнер юридической фирмы концерн «Диалог Арам Арбелян». Необходимо, чтобы Армения однозначно заявила, что в ее отношении имело место вооруженное нападение, агрессия со стороны Азербайджана, — объяснил он, отвечая на вопрос, существуют ли правовые меры для немедленного прекращения азербайджанской агрессии, должно очень четко и однозначно прозвучать, — на нас напали. Сделать это следует, естественно, на государственном уровне. Но пока я ничего этого не услышал, говорят, что у нас приграничные инциденты, звучат какие-то непонятные заявления ни о чем. Армения должна решить этот вопрос сначала для себя. А потом уже надо, чтобы соответствующие министерства, МИД и Минобороны однозначно, без всяких там, но, может быть, и если, твердо заявили, что на страну напали. Не нужно лишних слов из Сирии на суверенную территорию и так далее, все должно предельно коротко и ясно. Лишь после того, как это будет сделано, можно рассуждать об остальных инструментах, в том числе правового характера, которые можно применить, начиная от права на самооборону и заканчивая. Обращениями в международные структуры, Совет безопасности ООН, к дружественным странам, чтобы они применили санкции в отношении Азербайджана и так далее. Юрист отметил, что первоочередной мерой является самопомощь. Одной из форм ее выражения в случае, когда государство подверглось вооруженному нападению, является самооборона. Это неотъемлемое право государств, закрепленное в уставе ООН. В начале следует признать факт вооруженного нападения, затем обратиться в Совет безопасности с заявлением о том, что мы применяем свое право на самооборону. Потом будет обсуждать все вопрос о применении международных инструментов. У Совбеза ООН есть полномочия для принятия определенных шагов, признания данного факта и применения экономических санкций в отношении страны-агрессора. Как минимум Азербайджана, а возможно и других вовлеченных государств. Также, по словам Арбеляна, следует начать процесс по договорам, которые предусматривают коллективную самооборону. Надо не просто обращаться в ОДКБ, по статье 2 или 4, а действовать после того, как мы сами, прямо, а не косвенно, признали факт агрессии. Иначе эти инструменты не будут работать. Речь не идет о том, что войск ОДКБ должно стать на границе. Право на коллективную самооборону означает, что они имеют право вступить на территорию Азербайджана, чтобы остановить нападение, отмечает юрист. Однако, по его словам, страны-партнеры могут и отказать. Тогда следует думать, как действовать дальше. Третий инструмент связан с правами человека и международным уголовным правом. Если коротко, это примерно то, что мы видим сейчас в контексте российско-украинского конфликта. Что касается инициативы бывшего омбудсмена Армана Азербайджана о немедленном обращении в Международный уголовный суд, признав в срочном порядке юрисдикцию этого суда, Арбелян считает, что здесь следует. Понять, по какой конвенции мы можем это сделать, какие конкретные детали он имеет в виду. При этом наш собеседник подчеркнул, что если экс-омбудсмен выступил с подобным предложением, значит, он предметно изучил вопрос, предложение Татаяна следует, как минимум очень серьезно рассмотреть. У меня лично есть полное доверие к тому, что он говорит. Юрист напомнил, что любые правовые инструменты направлены на долгосрочную перспективу. Первоначальным гарантом безопасности Армении является сама Армения, ее вооруженные силы. Все остальные инструменты должны рассматриваться только в качестве дополнения, отметил он. Обсуждать действия правительства я не хочу, за все это время они ничего действенного не сделали. А куда обратились, зачем и по какому пункту, даже не буду комментировать. Повторяю, не бывает такого, чтобы государство не заявило, что его права грубо нарушены, и вдруг начало обращаться в какие-то структуры. Первый шаг — конкретное официальное заявление о нападении, — подытожил Арам Арбелян.